Костное разрастание по всей поверхности, в том числе и на уровне кромеально-ключичного сочинения, и выраженный субконтральный сепироз. Полтора года Иван Ярославцев работает врачом-терапевтом, а сейчас с легкостью отличит остеохондроз от кифоза и новообразований. Парень – практикант-рентгенолог третьей городской поликлиники. Принять норму за патологию и наоборот. То есть тут надо исключительно знание анатомии, то есть от и до прям. Каждую кость, каждую особенность, надо все это знать, иначе можно легко запутаться в этом. И либо не отправить пациента на обследование, либо, называется гипердиагностика, пациента наобучать. Чтобы не допустить такого, нужны не только знания, но и современное оборудование, позволяющее досконально изучать кости больных. Новые цифровые рентгеновские аппараты, на которые постепенно переходит край, заметно лучше старых кассетных, говорят врачи. Они делают картинку более четкой, из-за чего точный диагноз поставить проще. Да, перемены видно, оборудование, конечно, подновили. Раньше было это все, ну, просто, это как бы СССР, досталось СССР. Сейчас это уже как бы более современное оборудование, ясно. Среди новинок тяжелой техники Третьей городской поликлиники – розовый цифровой аппарат для обследования молочных желез за 14 миллионов рублей. Таких в регионе всего несколько, и конкретно этот поликлиника ждала долго. Благодаря новому маммографу пропускная способность выросла с 15 до 20 пациентов в день. Ведь аппарат позволяет обработать снимок чуть ли не в два раза быстрее. На цифровом маммографе лучевая нагрузка на одно исследование получается в 10 раз меньше, чем на аналоговом. И таким образом женщина получает меньшую дозу облучения во время исследования. Врач, кстати, тоже теперь меньше подвержен воздействию радиации. Исчезли и проблемы с маломобильными больными. Поскольку аппарат регулируется по нескольким осям, инвалидам с колясками достаточно подъехать поближе. А на старом оборудовании приходилось одевать родственников в свинцовые халаты, в свинцовые фартуки, чтобы человек подходил вместе с больным, поддерживал его под руки. Неудобно было мне, конечно, его тут устанавливать, и все, и дискомфорт родственникам доставляли. Всего за 4 года в Алтайском крае было приобретено почти 11 тысяч единиц медоборудования. 146 из них – тяжелая техника по типу рентгеновских аппаратов. Большая часть подобных экземпляров пошла для больниц районов и городских округов. Где предыдущее оборудование использовалось более 20 лет. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.